По всей стране я только два заведения знаю, где нет туалетной бумаги. Это Сургутский городской суд и психиатрический диспансер. О чем говорит? Не знаю. Ну, факт и факт. Прошу вас, продолжайте. Пожалуйста, продолжайте. Нет, не скажу, не хочу, не буду. Это не ко мне, а вот туалет. Вот это мы поговорим. Проложайте. Давайте не будем куражиться. Давай, врубайся. Моя откажа. Моя куража. Проложайте. Давайте не будем куражиться. Давай с нами. Сейчас покажем, как мы куражем. Я разговаривал с Кузнецовым. Все, я отправил к вам. Они воруют. Воруют. Воруют все. Давай, врубайся. Моя откажа. Наше здание нет мужей. Они мне вместе с этой туалетной бумагой сожжут, вы понимаете? Которой нету. Которой нету. А почему такая дискриминация? А как вы хотите? Ну хотя бы туалет у них может быть свой отдельный. Пусть не совсем хороший, но хотя бы свой. По состоянию, по запаху. Пожалуйста, продолжайте. А как же инвалиды на костылях гости из других регионов приезжают? Точно такая же боль. Честно говоря, стыдно за наш город. К сожалению, у нас очень-очень маленькая финансирование. Настолько маленькая. Как они вообще работали, я не понимаю. Куда деньги деваются? И когда в управление звонишь, всегда вопрос ответ один. Денег нет. Туалетная бумага? У каждого своя. За свой счет, говорит, покупай. Вы пришли по... Выявлено 34 нарушения. Просто звездец. Куражем! Провожайте вопросы задавать. Народ, идите сюда, посмотрите, пожалуйста, вот на эту штуку. Так, что на ней? Никто не обращал внимания? Нет. Телефоны везде. Телефоны везде. Смотрите внимательно. Что? АБК. Ну, понятно. Ничего странного не замечаете? Ну, я не понимаю. В смысле, название или ничего? Что-то не так. Ну, название... Государственный инспектор. Я 20 нарушений обнаружил. 20? Ну, мы одно пока, так? Смотрите. 15-й вопрос. По какому адресу мы сейчас находимся? На... Профсоюзов 37. А мы не нашли зала. А какой? Придмила. Галина, Галина. Ага, 31. А ты как, что за адрес? А какая у нас адрес? Ой, дом. Такого адреса не существует. Пожалуйста, продолжайте. Более пяти лет никто не замечал, что план эвакуации не соответствует никаким ни нормам, ни требуемым, ни ГОСТам, ни лицензии МЧС, вообще ничему. 9 марта была направлена в МЧС России вот такое вот заявление-требование. Извечая, что в здании Сургутского городского суда количество сотрудников более 150, непроходимость более 2000 человек в день, по адресу Хантамасийский автономный округ, город Сургут, улица Просоюзов 37, выявлены следующие долгосрочные, длящиеся более года, нарушения пожарной безопасности, которые напрямую несут риск и угрозу здоровью и жизни населения. Так, сокращение плана эвакуации на первом этаже, на втором, на третьем, на четвертом, пятом, пятиэтажные здания. На первом вообще отсутствует. Первое. Аварийный запасной выход на схеме левый верхний угол. На всех этажах всегда закрыт. Дверь на лестничную площадку закрыта. Используется и открывается только для вооруженного конвоирования подсудимых и задержанных. В стекле присутствуют два отверстия, предположительно пулевых. Один из двух огнетушителей и один из двух пожарных кранов на каждом этаже находится за закрытой дверью заблокированного аварийного выхода на схеме левый верхний угол. На первом этаже отсутствуют таблички с планировкой эвакуации. Полностью, вообще на первом этаже их нет. На втором, третьем, четвертом и пятом этажах только одна табличка с планом эвакуации на каждый этаж и размещена по центру здания у основного эвакуационного выхода. Адрес объекта. На плане 2, 3, 4 и 5 указан несуществующий адрес улица Просоюзов 31 вместо фактического адреса улица Просоюзов 37. Организация-изготовитель. На планах 2, 3, 4 и 5 отсутствует. Номинование организации-изготовителя. Контактные данные, реквизиты, номер и дата лицензии МЧС обязательно должна быть указана. Ссылка на нормативно-правые акты, ГОСТ конкретно. Раздел согласованно. На всех планах эвакуации отсутствуют. Отметки о согласовании с кем-либо. Фамилии и инициалы ответственного за согласование должностного лица. Подпись должностного лица. Ссылка на правовое основание, приказ, распоряжение и так далее. Согласование. Дата согласования. Реквизиты согласовавшей организации. Печати с реквизитами согласовавшей организации. Так, раздел утверждаю. На всех планах отсутствуют. Отметки об утверждении кем-либо. Фамилии и инициалы ответственного за утверждение должностного лица. Подпись должностного лица. Ссылка на правовое основание, приказ, распоряжение и так далее. Утверждение. Дата утверждения. Реквизиты утверждающей организации. Печать с реквизитами утверждающей организации. И самое главное. Условное обозначение. На пункте на всех планах отсутствует. Номинование помещений. Кабинет, зал, суда, санитарный узел и так далее. Номера телефонов при пожаре. Звоните для мобильных телефонов 101 и 112. Телефоны не указаны. Куда звонить? Кнопки включения систем пожарной автоматики. Не указаны на схеме. Где нажать кнопку, чтобы сработала сигнализация? Места размещения спасательных средств. Противогаз. Отсутствуют. Места размещения спасательных средств. Медаптечка. Тоже отсутствуют. Места размещения самих планов эвакуации в здании. Не указаны. Так, высота знаков безопасности, телефонный огнетушитель выполнены в разных масштабах, а должны быть в одном масштабе. Знаки звуковых оповещателей и места их размещения не указаны. Запрещающая надпись «Не пользуйтесь лифтом» отсутствует. Информационная надпись «Соблюдайте спокойствие» тоже отсутствует. На основании вышеизложенного требую провести проверку внеплановую выездную объекта Сургутский городской суд по адресу такой-то, проследить за 37 по всем фактам на предмет соответствия требований действующего законодательства в сфере пожарной безопасности. Привлечь к ответственности виновных, должностных, юридических и иных лиц. Так, о результатах проверки сообщить. Номер регистрации есть. Вот так, по четырем фотографиям выявлено 34 нарушения, 35-е – это то, что план эвакуации второго этажа не соответствует планировке. Планировка изменилась. Пожалуйста, продолжайте. 24-й. Кто ответственный за общественный туалет в здании Сургутского городского суда? Нет ответственного за туалет. У нас есть администратор, у нас есть начальник отдела организационный, который занимается общим хозяйством зданий суда. С вами можно поговорить? Пока не сядетесь. Рассказываю. Елена. Вопрос по сертификату в соответствии с рамки помощи, наверное, не давали второй копии. Да. Я не обратил внимания, думаю, ознакомился внимательно. Срок действия 17-го по июнь 2020-го года. А свежая есть? Нет. То есть она не сертифицированная, получается? Ну, она не сломалась. Он был у нас на гарантии до 2020-го года, я так понимаю, наверное. Нет, сертификат соответствия должен быть постоянно. Ну, нету. Запросите. Запросить надо, да. Ну, да. Вы же администратор, да? Да. Фамилия не напомните? Баяна. Постоянно знакомитесь. У меня много людей, много звонков, много чем занимаюсь, поэтому... Вот, я на вашем месте протокол испытаний еще бы запросил. Потому что общественность волнует этот вопрос, мы будем поднимать правильный рекордный... Вот, кого, скажите мне, у кого? Всех? Кому делать нечего в этой жизни? Вас не интересует этот вопрос? Да, очень у меня. Это вот меньше всего. Я же вам показывал приборщик. Я знаю. Ну, если ко мне народ обратится, я же имя, что это не было хорошо. Никто не обращается к вам? Ну, пока нет, никто не обращался. Почему они давно не запретятся? Нет, ну, мы иногда сотрудничаем с ребятами, которые рейды устраивают на магазинах, которые... Возле школы идешь и все дети курят. Все. Ну, вот, рук не хватает. Определенные люди занимаются в трубу тетям. Выявляют и алкоголь незаконный, и сигареты, и вайпы. Да, алкоголь тоже вреден. Ну, не так, как вот это вот... Не согласен. Посмотрите лекции Жданова. Я вот посмотрел... Я вот посмотрел, уже 15 лет не пью вообще алкоголь. Ни в каком виде. У меня еще один вопрос. Последний. Что? Как вам скучно, наверное. Мне? Да нет, вы что, мне очень весело. Например, очень весело ходить в ваш туалет, где нет туалетной бумаги. Прекрасно она, потому что быстро заканчивается. Ну, вот, я ни разу там не видел туалетной бумаги за 5 лет. Эти вопросы пишите в управление. Я ходил к Кузнецову, я общался с ним, он сказал к вам все вопросы. При чем тут Кузнецов? Как при чем? Он же отвечает за работу. Сюда. Ну, у нас же есть еще управление судебного департамента, которое финансирует. Я туда обязательно напишу запрос от имени СМИ. Потому что финансирование очень-очень маленькое, чтобы покупать туалетную бумагу. А у вас квоты какие на год? Вот нам выдали в том году два раза по 40 тысяч. И в этом году, вот год уже первый партнер пошел, 40 тысяч. Но это на ручке. Это на канцелярию. И плюс, это мы еще должны купить все для уборщиц. Вы представляете, что такое 40 тысяч на такой суть? Сколько клея мы покупаем? Я все понимаю. Поэтому нам вообще не до туалетной бумаги. Если я куплю туалетную бумагу и не выдам людям клей и ручки, они мне вместе с этой туалетной бумагой сожжут. Вы понимаете? Которой нет. Которой нет. Было бы все в моих силах, но бы купили. Но, к сожалению, у нас очень-очень-очень маленькая финансирование. Настолько маленькая, что просто... Вот, хоть я даже не знаю, как это случилось. И когда в управление звонишь, всегда вопрос, а в ответ один. Денег нет. Я извиняюсь за нескромный вопрос. А вы сами на первый этаж в общественный туалет ходите? Или у вас свои туалеты? На каждом этаже есть туалет. На каждом? На каждом этаже есть туалет. Но общественный туалет у нас на первом этаже. На каждом этаже есть туалет для... Сотрудников? Да. Мужчины и женщины. Для работников суда? Для работников суда. На каждом этаже есть. А почему такая дискриминация? Так, подготовил небольшую таблицу сравнительную, чтобы вы оценили масштаб дискриминации. Так, вот они туалеты, да? Это план второго этажа То есть на первом этаже только вот это помещение То есть два унитаза и нету писсуаров Выделено для общественного туалета Кому принадлежит вот это помещение на первом этаже, непонятно Точно такие же помещения на втором этаже К сожалению, плана первого этажа вообще нету На третьем этаже то же самое На четвертом этаже то же самое И на пятом этаже то же самое То есть всего 20 унитазов По 4 на каждый этаж Из них 2 выделено для общественности 2 неизвестно для кого Это скорее всего помещение для судебных приставов У них там по идее должно быть свое Ну то есть 18 унитазов служебных И 2 только для общественности Причем у одного есть тульчака, а у другого нет Туалетной бумаги вообще нигде нет Со слов администратора Ну и я сам побывал в двух помещениях Даже вот у них на втором этаже в мужском туалете На одном унитазе есть тульчак, на другом нет Туалетной бумаги нет Писуары там присутствуют 2, они не работают В общественном туалете нет писуаров Что творится в других помещениях неизвестно Причем у них идет строгое разделение Отдельно мужской туалет, отдельно женский На каждом этаже Причем мужской туалет называется не туалет Вот общественный называется туалет И там значок такой тип общий, унисекс Типа для мужчин и женщин То есть если зайдет женщина, мужчина уже не может зайти И наоборот А вот свои туалетные помещения Они назвали служебные помещения Номер 1 это для мужчин Номер 2 это для женщин Очень странные названия Во-первых дискриминация у них тоже присутствует Для мужчин номер 1 То есть на первое место мужчин поставили На второе женщин Служебные помещения номер 2 Ну по идее они должны были назвать эти кабинеты Присвоить им номера То есть на втором этаже это 200 номера какие-то На третьем этаже это 300 На пятом соответственно там 500 какой-то Там 529А допустим Или Б там или не знаю Или Ж или М Но у них это называется Служебные помещения номер 1 и номер 2 И очень странное название для туалета Если общественное прямо написано туалет То у них это называется служебные помещения Что за службы там проходят И какие служебные обязанности там исполняются Вопрос А этот детектив правильный вопрос Ну в общем коэффициент Допустим если 1000 посетителей в день То на них всего 2 унитаза То есть это 500 человек на 1 унитаз А по поводу сотрудников Их всего 150 18 унитазов То есть по 8,3 человек на 1 унитаз В сутки А если учитывать что по помещениям То для 1000 человек в сутки Только 1 туалет А для сотрудников на 16 человек 150 разделить на 9 помещений туалетов Для каждых 16,6 работника Существует 1 туалет То есть 1 к 9 уровень дискриминации То есть для общественности 10 А 9 из 10 это для работников суда То есть уровень дискриминации 1 к 9 В итоге если вы хотите сходить в туалет Вы должны учитывать что скорее всего Туалетной бумаги нет Пюсар не работает Стульчак только один Если вы конечно не сотрудник суда То есть у вас выход простой Либо вы идете в туалет Где только один унитаз со стульчаком И нет туалетной бумаги Либо вы идете домой Если успеете добежать Либо вы идете в ближайшую кафешку Ищите самостоятельно У людей спрашивайте Пока будете спрашивать Может произойти все что угодно Пока добежите Пока найдете Пока выясните открыто Не открыто Ну и т.д. и т.п. Всяческие последствия возможно Либо едете домой Либо вот просите ключ Идете и просите у работников суда Ключ от одного из 9 помещений Ну или либо вот такой вариант Как вам такой вариант Вот интересно Работники суда используют такие варианты Ну это квест называется Найди ключ Найди служебное помещение Догадайся что это туалет Найди в ближайшем кабинете ключ Если там кто-то есть Если они в заседание не ушли Найди ключ Найди туалетную бумагу Которая у каждого сотрудника Я так понял В тумбочке есть То есть надо договариваться По поводу ключа По поводу туалетной бумаги И еще найти свободное помещение Чтобы его открыть ключом Ну короче вообще А теперь представьте Каково людям с ограниченными возможностями Вот им каково вот это вот все Что им делать Домой ехать? Ну вряд ли успеют Воспользоваться туалетом Может быть занят Общественный Ну в любом случае там туалетной бумаги нет Стульчак только один Либо Идти и проситься Не каждый готов просить ключ У работников суда Чтобы справить естественную нужду Делайте выводы сами А почему такая дискриминация? И один туалет Общественный На первом этаже А почему такая дискриминация? А как вы хотите? Чтобы все были общественные туалеты? Люди здесь сидят целый день Они приходят на работу с госми И уходят в 10 вечера Вы хотите чтобы эти люди ходили В общественный туалет? Вот давайте вот так Тут у нас сидят очень много молодых девушек И есть у нас очень много молодых девушек В положении У нас наши туалеты Извините меня Вот что общественный туалет Я вас могу сейчас проводить В наш женский туалет Что вот этот женский Что вот одинаковый По состоянию По запаху По вот этому всему И тоже нет туалетной бумаги? Хотите я вас проведу? Нету туалетной бумаги? Нету туалетной бумаги Туалетная бумага? У каждого своя Если мы сделаем На каждом этаже общественный туалет Люди пришли, пописали и ушли А у меня люди сидят Извините меня Целый день Я должна о них как-то беспокоиться В конце концов У работника тоже должно быть что-то Правильно? Они же не могут ходить со всеми Ну хотя бы туалет у них Можно быть свой Отдельный Пусть не совсем хороший Но хотя бы свой отдельный А вы признаки дискриминации Не усматриваете? Я вообще не усматриваю Человек, который сюда пришел На процесс Он может сходить Закрыться в общественный туалет Который точно так же убирается Как и убирается в своей стане Там все то же самое Вы думаете у нас здесь висит В нашем туалете полотенце Туалетная бумага Вот это же мыло Которое стоит в нашем Вот это же мыло стоит и в общественном туалете А мы можем сходить посмотреть? Я просто ни разу не видел сотрудника Который бы нес руководительную бумагу Показать как это делается? Александр, покажи как это делается А вы хотите чтобы девушка шла с прокладкой С туалетной бумагой? Вы поймите Я же не только за себя говорю Я видел инвалидов На костылях На инвалидной коляске Вот им мало того что трудно жить Им еще и трудно в ваши Общественные туалеты ходить Я вам скажу больше У нас вообще лифт не оборудован Ступеньки не оборудованы У нас нет пандуса У нас вообще для инвалидов Нету ничего Вот полностью нету ничего Вот просто ничего нет Это плохо Это очень плохо Мы этим вопросом занимаемся Вот Чарльзик Фролов Забыл как его зовут Он слепой инвалид Он во вторник как раз придет Мы будем в среду Здесь в 11 часов они приедут Как раз мы будем делать комиссию Будем хотя бы устанавливать В этом году панды Чтобы хотя бы на руках Люди не таскать Ну да Вы думаете мы не работаем В этом направлении? Ну я за 5 лет вообще Очень маленько финансирование За 5 лет вообще никаких изменений Не заметил в этом плане Я 5 лет прошу поменять трубу Которая рвется Вот уличная Вы думаете меня интересует Сейчас Не таскать У меня тут парлются на кольцо Один Вы мужской Можно мужской посмотреть? Вот Точно такой же как и все Абсолютно не отличающий ни от чего Также не работает даже одна кабинка Точно такая живой Точно все вот Тоже стульчика нету, да? Ничего нету Ни туалетной бумаги Ничего нету Вы как вообще работаете? Я не понимаю Вы что сами никуда не жаловались что ли? Или что? Сейчас что? Не снимаетесь? Я? Я что должна писать в управлении? Что? У меня никто не знает Вы знаете сколько у меня проблем? Помни на туалет Ну вы как докладываете руководство? Естественно постоянно Каждый раз И за 5 лет никаких изменений Почему? Почему? Нам сделали Круппу Которая вся текла А вы дверь-то не закрыли? Она не закрыта у них Да? Ну кто-то из мужчин не закрыл За чем ее смотрели Ну кто-то из мужчин Вот не закрыл Мы не будем смотреть А каждый Кто сходил в туалет И не бегать закрывать Если их устраивает Кто-то войдет Значит Кто-то не устраивает Просто поймите меня правильно Приезжают гости Из других регионов России И высказывают мне Что туалет просто В ужаснейшем состоянии Ну что я могу Я вам честно скажу Я в городе Сургуте Много где побывал Я знаю только два здания Два заведения Ты в каких-то туалетах? Нет Я только знаю два заведения Да Скажем так Организации Где нет туалетной бумаги Это наш суд? Это ваш суд И Гудачи с трех раз Районный суд? Нет Ну правильный суд Тоже не пишет Много денег Когда чуж Steph Ее нигде нет Нет Мы вообще не принимали Просто денег нет Значит Будем Найдем деньги Найдем деньги Сделаем на тексах Вы держите здесь Вам всего доброго Хорошего настроения Здоровья Спасибо Спасибо Ну правильный суд Тоже не fertig Много денег Когда чуж 7 Я там просто не был Я редко хожу в туалety В этот суд Я не знаю больше не знаете подсказать психоневрологический диспансер она постоянно исчезает вот именно исчезает там я вам скажу больше вот у вас нету даже помещение для площадь и это помещение где бы они складывали вот мы покупаем и да эти люди приходят вот эти люди за которых выйдет вот только что поставили это же вот доместос вот этот вот он тоже платный мы покупаем вот это средство для мытья полок мы стараемся наше здание не отмышь наше здание требует все я лично покупаю вот эти баночки мыло на первый этаж лично за свои средства или за свои мы стараемся изо всех сил чтобы и гостям и людям и сотрудникам было очень ну честно говоря стыдно за наш город перед перед инвалидами перед жителями перед гостями я разговаривал с кузнецовым все отправил к вам и в судебный департамент судебный департамент нас не так финансирует сильно он не так сильно нас финансирует иногда у нас бывают туалетные бумаги периодически но я вам говорю люди настолько сильно они воруют воруют вы понимаете что-то упертись ворвать в мир это еще а как контролировать стоит возле туалета если мы только что поставили девчонкам мыть полу средства мы приходили купюры под банк это ну что делать мыть водой тоже мы тоже хотим чтобы нам и мыли чем-то я не понимаю почему в других заведениях такого не происходит не знаю потому что видно обиженные люди к нам приходят серьезно может есть на что обижаться не знаете ладно в любом случае благодарствую всего хорошего просто звездец неделю назад разговаривал с кузнецовым четыре дня назад он сказал что займется этим вопросом в понедельник то есть вчера уже вторник туалетной бумаги до сих пор нет пожалуйста продолжайте я вообще не понимаю что происходит я потом пойду к этому кузнецову нет не скажу не хочу не буду это не ко мне это ну а вот туалет вот это мы поговорили а ты знаешь что до сих пор нет туалетного ваня ее нигде нет мы вообще не принимали просто денег нет мне сейчас да нет мне показали 11 туалетов это мужской один из из 8 8 туалетов для работников то есть 16 унитазов для работников и только два унитаза знаю знаю здания заведения в октябре вот на колясках я тут видел инвалидов на костылях гости из других регионов приезжают я говорю только два знаю здания заведения по всей стране я только два заведения знаю где нет туалетной бумаги это сургутский городской суд и психиатрический диспансер о чем говорит не знаю ну факт и факт подтверждение кузнецова видел позавчера он в это служебное помещение ходил а у них свое да у них свое он говорил что все помнишь видео он говорил что все в одинаковых условиях все ходят в общественный туалет все вместе и ходят все вместе места общего пользования а по факту у них свои 8 туалетов сам ходит сюда посетители туда ходят здравствуйте что-то туалетная бумага у вас до сих пор не появилась в общественном туалете не знаю завтра в понедельник спрошу вот и все и кстати вот мне мужской туалет показали на втором этаже там тоже нет стульчика туалетной бумаги нет стульчика нет как как они вообще работают я не понимаю куда деньги деваются нету туалетной бумаги нету ее нигде нет мы вообще не принимали просто денег нет а где это сколько рулет а сделал поставить сделал ну это вандализм будет почему надо приколоться каждый рулончик по дру свешую приняли от приема передач от каждого посетителя забирать свои бумажки отдавай мои да он же мне 4 дня назад сказал что займется в понедельник этим вопросом здесь вот он в туалет ходит у него свой туалет а 4 уже неделя прошла после приема до сих пор туалетной бумаги нету он у него наверное это самое причина скреплена и приклеена в туалетную бумаги что не таскать ну в личном то это он завхоз хороший да? завхоз да хороший вообще он все знает он с радостью над землей разговаривает нет он не все знает он многие вопросы отправился на департамент и к администратору хорошо Антон а пока по этим рамкам как мы что дальше будем делать вот ты будешь в департаменте я только что разговаривал с администратором сюда куда меня отправили да? и вот сертификат соответствия получил неделю назад и сертификат действует до 2020 года то есть три года уже рамка стоит вот это вот именно конкретно хрен знает в каком состоянии подожди так ее недавно поставили тут же ремонт шел не знаю мне предоставили вот эту бумагу вот бумага есть понимаешь? а мимо рамки? нет вредна же только а ваша справка где? ну на рамку что она сертифицирована документы ваши давайте до 2020 года у вас только сертификат больше нет да? серьезно? откуда сертификат как откуда? вот женщина предоставила официальный источник сертификат сертификат до 2020 года поставили 21 ну смешно дайте просмеяться ну как как жить то вообще тут тут куда пойдете? сначала в канцелярию а потом киму все записали паску что такое? руки осторожны? да да нормально прищемить хотите что ли? да а что такое? прищемить хотите? нет не хочу проходите рамку не задерживайте граждан а вы голос не повышайте пожалуйста голос не повышайте пожалуйста чего началось? так с вашей стороны начинается ближе без обратного это руками машет голос повышает справка дееспособности имеется? под ограждением под вашу ответственность а она реагирует на свидетельность реагировала? получается она вообще не сертифицированная вот это было поставленное тогда так получается она была то есть зачем она мощная? не наверное на ваши клетки среагировала ну в клетки то ладно и нет я выложил сигареты и выложил зажигалку все и я прошел да? она она была сертифицирована но только до 2020 года протокола испытаний у них нет хорошо что дальше мы делать? запрашивают вы в судебный департамент что? да я буду в судебный департамент писать вот все вопросы которые Кузнецов задал вот везде где он мне в судебный департамент отправлял я буду так и писать Кузнецов направил к вам будьте добры и ответьте я ему три раза писала что-то у меня был альтернативный проход вот сейчас после твоего суда зайду выпишет он мне этот распоряжение он сказал что никогда ни за что не пропустит в этот мизу тебе там? да он сказал что нет не в мизу я председателю писала меня они вообще не интересуют знаешь мы не имеем права пропускать туда хорошо? я в Ставрополе проходила лично для меня нашли ключ отключили камеру вот эту рамку и я прошла через рамку а когда я из суда выходила они мне столик отодвинули и я прошла вот тут сбоку а зачем далеко ходить? вон я в Нефтьюганск две недели назад ездил меня четыре раза пропустили мимо рамки то есть не мимо а сквозь нее но при этом отключали то есть прям я смотрел отключено полностью они пультом ее полностью вырубали и я проходил я сначала телефоном проверял что на ней работает а потом сам проходил вообще без проблем в общем тут что-то непонятно а я оценю что? а я приборчиком уже замерял ты видел? у меня приборчик появился и нет я слышала что у тебя появился народ дал попользоваться на 2 метра да? да короче где безопасная зона скажи вот короче мерил если прислонить прям вплотную то все параметры зашкаливают не то что предел превышенный безопасный а просто сам прибор не выдерживает да сам прибор не выдерживает просто зашкаливает безопасное расстояние минимум 2 метра от рамки да а вот ручной металл детектор я его как только не мерил норма не превышается то есть ручная рамка она безопасна ну все значит надо требовать у него идти к нему еще раз и требовать все что ручное право то есть ручное пожалуйста продолжайте я вам больше скажу даже смотрите как тут так прописано безопасен для людей с кардиостимуляторами беременными женщинами все расписано все по ГОСТу я не знаю я же не могу про ваш аппарат говорить нет я вот смотрите в аппарате написано контрольно-измерительные данные допустим допустимые пределы при 40 ватт на метр вольт на метр это ну то есть свыше это опасно а магнитное поле 0,4 в парад не помню может он просто в чем-то не в том у вас замеряет потому что вот у нас все полностью здесь прописано как и он соответствует можно почему нет не нашли вы такого документа называется акт поверки то есть ну периодически раз год там или три их то есть она у нас они должны составлять все равно каждые три года почему каждые 3 года она у нас постоянно на обслуживание у нас обслуживающая организация есть не не обслуживание это обслуживание это техническое состояние а есть такая штука вот как прибор и учета воды там или электричества в доме поверяет их не сбоя не сбоет ли счетчик правильно и он работать и весь то же самое должно Правильно ли настроить прибор? Вам должны предоставлять акты и поверки. У нас есть журналы, если немножко сошла с этого, они приехали и ее перенастроили полностью. Может у вас аппарат как-то не так настроен? Может он вообще у вас не должен проверять вот эти вот? Вот этот аппарат у вас для чего? Ну, общепринятые понятия напряженность электрического поля и напряженность магнитного поля, они везде одинаковы. Что для сотового телефона, что для микроволновки, без разницы. Если они превышают допустимые предельные нормы, это уже говорит о том, что данная штука вредна для здоровья. Просто по нашим документам она абсолютно не сделана. Одно дело документы, я же вам поясняю, а другое дело фактически. Это понятно, это китайская, как сказать, поделка и на нее ориентироваться не стоит. У нее даже сертификации соответствия нет. Там есть какие-то стандарты международные, но ни печати, ни росписи, вообще ничего нет. То есть мы, ну хороший прибор сертифицированный в Российской Федерации, там проверено лаборатории и все остальное. Он стоит больших денег, где-то примерно тысяч сорок, наверное. Мы обязательно накопим эти деньги и будем проверять такие рамки. Одно дело посетителей в здании суда, да, каждый раз подвергать такому риску, а другое дело дети в школах. И у нас отдельные мамаши, я несколько школ знаю, одна мамаша на всю школу добилась, чтобы ее ребенка пускали мимо этой рамки. И ничего дома у нее нет микроволновки, нет телевизора, нет ничего. Мне просто интересно. У некоторых нет. Ну вот у этой мамы нету? Не знаю. Просто есть такие родители, которые вот не от того спасают своих детей на самом-то деле. Тем более дети сейчас такие агрессивные. Вы посмотрите, как вообще в школах вот сейчас вот избивают друг друга. Это же ужас какой-то, это кошмар. Это же для безопасности все вот это, чтобы они не проносили. В первую очередь это же безопасность детей. Я в советские времена ни разу не слышал, чтобы кто-то пришел в школу с ножом или с оружием. Ну это были в советские времена, а сейчас видите, что творят. А сейчас рамок понаставили, а все хуже и хуже. Творят вообще, что попало, эта молодежь агрессивная. Сейчас мне кажется, страшнее молодежь встретить на улице, если честно, чем... Мне не страшно. Я же их всегда найду вообще. Это хорошо. Но между собой что-то они, я смотрю, не могут найти вообще. Я вот не вижу технических параметров, что какой уровень излучения электромагнитного, ну электрического и магнитного поля. Они тут пишут всякие параметры. Давление, там атмосферная температура. А вот уровень излучения я не вижу. Ну может дальше написано, сейчас посмотрим. Они вот везде пишут, что соответствует санпену, санпену, санпену. А какой уровень измеренный, то есть какой-то акт поверки должен быть. Ну вот эта бумажка вообще ни о чем. Ни ИННа, ни УГРНа на печати нету. Ни паспорт. Ни технический паспорт, а просто паспорт. Вот он печати ставит, а ни ИННа, ни УГРНа нету. Что за печати у него такое? Он тоже налоговую не зарегистрировал. Вот кто ответственный за приемку поставил за корючку, невозможно дефицировать. Ни одна судебная медицинская экспертиза, ну то есть Раковеческая, она не установит, кому принадлежит. Он должен был написать в собственноручную написанную фамилию и еще и расшифровку. Неизвестно, кто это прикричит поставил. Неизвестно, какой организации. Ни УГРН. Ну, разоблачите эту фирму. Я с удовольствием. Предоставьте мне копии. Они где-то в Екатеринбурге находятся. Разоблачаете их на эти фирмы. Это все, что есть, да? Да. Ну, я не увидел никаких технических характеристик. Ну, как бы, есть это. Вот то, что есть, вот сертификация ответствия. Да, что у нас соответствует, а типа соответствует. Вот смотрите, какая у него печать должна быть. Вот та же техника, да, лабораторная техника. Вот у него написано УГРН. Номер на печати есть. Вот такая вся. Ну, это, наверное, просто ребята приезжали, которые устанавливали. Они, наверное, с собой просто не ту печать привезли. Ну, как возят, наверное, не ту печать с собой. Они туда продали, да? Да нет, это, наверное, это... Вот какие-то есть еще характеристики. И названия разнятся. Тут просто паукина, а там паукина М6. Спасибо. Ну, просто написано. Соответствует всем НИПом, ГОСТом и все. А уровень ни прибора ничем не измерен. Ну, а как же не измерен-то? Вот же они тут пишут, где у них это. Лабораторное исследование где-то он прям проходил. Я читала. Вот он, протокол испытаний. А где-то протокол испытаний? У нас его нету. Ну, вот. А должен быть не объемлем, а часть? Нет. Ну, тут тоже вот требования безопасности пишут. Он соответствует требованиям, соответствует требованиям, соответствует требованиям. А конкретные измерения отсутствуют. Даже сведения отсутствуют. Скрывают информацию. Не нашел я. Никаких измерений. Вот даже в такой китайской поделке, да, не подделке, а просто поделка народная, да, даже и тут вот указаны эти технические параметры. Здесь я не увидел. А что у вас в руках? Как называется документ? Технический паспорт, нет? Вот это просто паспорт, а должен быть именно технический паспорт. Технический паспорт. А вы что, прямо над рамкой же, да, сидите? Нет? В стороне немножко. У меня это не хватает. Ой, надо. Я уж не думаю, что он для сюда походит. Обычно электромагнитное поле, оно обычно имеет сферическую форму. У меня дома есть все. Три телевизора, микроволновки, как вы говорите, на два метра от нее не убежишь, даже если захочешь. Нет, ну я когда все отключаю, я стараюсь отходить от нее. Поэтому, с чем, с чем, у меня уже точно вопрос не будет. Более телефона. Телефон же тоже, вы замирали его? Ну, когда лежит, там превышение что-то в два раза только. Ну, то есть более-менее безопасно. Рамка в шесть раз зашкаливает. А если звонит и разговаривает? А вот еще не измерял, надо попробовать. А когда звонишь и нужен? Да, я знаю, я изучал, работал у сотового оператора Билайна. Он, когда звонок поступает, он на максимальную мощность выходит. И вот когда он звонит, его нельзя как-то подносить. Надо взять трубку, а потом уже подмесить. Нет, тут нет ничего. Ну все, значит все, что есть. До свидания. До свидания. Всего хорошего. А там видать излучатель, а здесь приемник. Одну сторону прижать. А вот тут вот прям он зашкаливает. Нам семьсот выходило. Семьсот, семьсот, шесть. Ты что, мощность понизить? Он меньше стал? А, вот, вот, вот. Он все, вот здесь он уже зашкаливает. А почему так? Почему так? Потому что все нормально, все равно. Ну все, благодарствую. До свидания. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Девушки, подскажите, пожалуйста, в кого из вас неделю назад чуть не попали телефоном? Ну это была я. А как вас зовут? Меня зовут Оксана Владимировна. Оксана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот он, этот телефон. Да. Вы не собираетесь ничего писать? Я нет. В отношении... Он же в меня не попал. Он мог попасть. Он не прокатился. Мог попасть, вы же ногу не зря поднимали. Нет, я ж не пострадала. Ну, если что, имейте в виду, личность его установлена. Нет, хорошо. Он действует под псевдонимом, скрывая свою настоящую фамилию. Ладно, буду иметь в виду. Спасибо. Мне вот не понравилось, что он кидается в женщин, да еще и сотрудницы. Помощников судей. Он не в меня кидался, он его просто бросил. Выхватил и кинул. Он же не видел, что я... Просто так телефоны не бросают. В коридор, где стоит мужчина спиной к нему и женщина еще. И еще третий мужчина. Трое человек стояло в коридоре. Ну, понятно. Это же не кикельбан тут у вас, правильно? Правильно. Ну, я так же думаю. А вот как должность помощница в суде же, правильно? Помощница в суде. Помощник. Где это видно? Я нигде не видел, чтобы в помощника в суде кидали телефон. Ну, у него же цели-то конкретной же не было. Прям именно в меня взять его и кинуть. Он его просто выкинул. Он его мог культурно, вежливо положить на... Ну, конечно, я ничего не говорю. На сидушку. Как произошло, так произошло. Ну, вот вы правильно сказали. Вот именно он не мог. Видать, что-то у него там сидит, раз он не мог. Благодарствую. Всего хорошего. Пожалуйста, продолжайте. Здравствуйте. А подскажите, когда я могу получить ответ? Который? 23 февраля был направлен запрос информации от имени СМИ. Камчатский регион. В течение месяца дается ответ. По закону о СМИ 7 суток максимум. А при чем тут закон 59 ФЗ, если подано от имени СМИ в соответствии с законом о средствах массовой информации? Если вы подавали от имени СМИ, значит, вам дали уже ответ от имени СМИ. Не дали еще до сих пор. Все сроки нарушены. Дважды уже. Ну, прокомментируйте. 21 день прошел примерно. То есть уже три раза просрочено. Подождите, пожалуйста. А вас как зовут? Изольдина. А? Инна. А фамилия? Алексеенко. Алексеенко Инна. А должность? Помощник. Помощник кого? А вы куда пришли? А? А вы куда пришли сейчас? Я? Приседатель. В помещение пришел. Вы помощник помещения? Нет? Приседателя суда? Да. Вот теперь ясно. Благодарство. И что получается в соответствии с вашими словами до 23 марта, да? Дадите ответ. Да. А каким образом? Ну, мне интересует, каким образом дадите ответ. Что вы имеете в виду? Форму, носитель, адрес, отправление. Все, как вы просите. Если вы в электронном виде, вы просите вообще не будет данного. И вы в электронном, и в письменном. В письменном, значит будет в письменном. Ответ еще не готов. Правильно понимаю? Я не знаю, но в вашем случае можно приседаться в отдельный год. Можно. А в отдельном случае вам запишите. Ясно. В 78-78, возможно, я не готов. А к председателю можно записаться? Да, конечно. Продолжайте. Давайте не будем куражиться. Дайте, пожалуйста, мне номер телефона, по которому можно записаться. На прием. 778-209. Благодарствую. До свидания. Продолжайте. Давайте не будем куражиться. Пожалуйста, продолжайте. У меня еще много вопросов. Задавайте. Ответа вам не дам. Продолжайте следующий вопрос. Поэтому же. Продолжайте следующий вопрос. Продолжайте дальше. Отказывайся отвечать. Да, не буду отвечать. Продолжайте дальше. Я искал, там нет. Продолжайте дальше. Ну, плохо смотрите, значит, невнимательно. Дальше. Продолжайте дальше. Отказывайте. Да. Отлично. Ответ на этот вопрос я вам не дам. Вот в чём проблема-то.